Эх, ну вот если с пространством сумочки все решилось благополучно, то с опозданиями будет посложнее. А что с ними? Да понимаешь, везде опаздываю, просто ужас какой-то, уже перед людьми неудобно. Ну а пораньше ты выходить не пробовала? Да дело не в этом. Просто вот бывает у тебя такое, что вот едешь куда-то, спешишь, и как назло, на каждом светофоре красный свет, просто полоса невезения какая-то. Ну да, в последнее время поймать зеленую волну не часто удается. Вот бы было какое-нибудь чудо, чтобы ее всегда ловить. А такое чудо уже есть, и название ему интернет. Я читал, что скоро для того, чтобы поймать и оседлать зеленую волну, нужен будет всего лишь смартфон и мобильный интернет. Так что совсем скоро жизнь наверняка станет проще. Эх, интересно, долго этого придется ждать? Ну, сколько придется ждать, я не знаю, но для того, чтобы пока скоротать время в ожидании этого чуда, посмотрим рубрику «Найди на сети». Команда «Матрицы» подготовила для вас очередной обзор не просто интересных интернет-ресурсов, но еще и полезных. Тут вам и познавательные ресурсы, и развлекательные. Ресурсов, рассказывающих, как что-то сделать самому, множество. На сайте instructables.com вы сможете найти очень подробные инструкции, да еще и с качественными пошаговыми фото. Тут вам и всевозможные кулинарные рецепты, и инструкции по тому, как сделать какой-нибудь полезный гаджет своими руками. Меня впечатлила инструкция, как сделать зарядное устройство для айфона на солнечных батареях. Для этого нужно заказать через интернет дешевый комплект типа «Сделай сам» и, следуя инструкциям, все собрать. Или, например, непромокаемый бокс для фотоаппарата, с которым можно снимать под водой. Для него вам понадобится кусок трубы, резиновая перчатка и несколько хомутов. Единственный минус странички – она англоязычная. Но мы думаем, запутаться будет сложно, ведь все наглядно и без слов понятно. Только начинаете водить автомобиль – значит вам прямая дорога на страничку автокадабра.ру. Тут представлены и свои авторские материалы, и репосты с других ресурсов. Те, у кого уже есть авто, узнают очень много интересного о том, как машина устроена. Слышали от сотрудников автосервиса слово «инжектор»? А что это такое, не знаете? Вам расскажут и покажут, как эта штука работает. Ну а те, кто еще не обзавелся своей машиной, узнают, как правильно выбрать первый автомобиль. Специалисты делятся с читателями, как просто и быстро определить, побывала ли понравившаяся машина в аварии или нет. Ну а если хотите узнать больше про свою машину от тех, кто уже давно ездит на таком же авто, вам в раздел «Клубы». Кто в детстве играл с костяшками домино, тот знает, насколько это увлекательно. Расставляешь их на столе, толкаешь первую костяшку, а следом за ней падают все остальные. Для тех, кто не наигрался в детстве, страничка drawmino.com. В этой игре главное заставить упасть костяшки так, чтобы они сложились в рисунок. Костяшки домино тут можно двигать и поворачивать как угодно, а получившийся рисунок можно сохранить и ссылкой поделиться с друзьями. Мы на практике проверили, эта игрушка и в самом деле успокаивает нервы. Вы можете рассказать нам о сайте, который был вам полезен. Просто отправьте ссылку на нашу электронную почту по адресу matrixsobachka.internews.kz И не забывайте заходить на наш сайт matrixdefisca.tv